Выставка одного экспоната иконы преподобности Лиан Пафлагонский из цикла «Небесные покровители детей» не просто так открылась накануне Дня защиты детей. Ведь в V веке этот святой стал покровителем малышей. По его молитвам больные получали исцеление, у бездетных супругов рождались здоровые чада. Люди из разных слоев общества даже доверялись Лиану Пафлагонскому воспитанию своих детей. Возможно, это и был первый в мире детский сад. На этой выставке впервые экспонируется икона преподобности Лиан Пафлагонский. Эта икона поступила к нам из Брестской таможни в 1995 году. Она была расколота на несколько частей, красочный слой был утрачен. Реставраторы ее отреставрировали, а сейчас мы ее представили впервые зрителям. Преподобный стилиан – это святой, который жил в V веке. Очень почитаемый в Греции, на Кипре, в Болгарии, но в русской церкви его практически не знали. И только в XIX веке на Полесье, на Гомельском Полесье, на Брянщине, на Черниговщине появляются вот такие вот иконы. Народные иконы полесьские, где изображен святой стилиан Пафлагонский, но называют его на иконе Устиниан. Полесьские народные иконы – это особое явление искусства, которое представляет собой соединение православной иконописи, западноевропейской, сакральной живописи и приемов народного искусства. Такие иконы отличаются ярким колоритом. Они написаны масляными красками, чаще без использования грунта. Для меня эта выставка очень интересная. Я захотел принять в этой выставке участие, поскольку я ученик воскресной школы. И для меня очень важны все события, которые происходят непосредственно в этой воскресной школе. Я знаю, допустим, икону, как ученики и матери Иисуса Христа несут его в пещеру после того, как его распяли и сняли с креста. И после этого, через три дня в воскресенье, он воскрес. Я узнала об этой выставке, заинтересовалась, что это такое. Не каждый день слышишь о том, что такое вообще происходит. Такие выставки открываются, такие выставки проходят. Ну, именно поэтому я сейчас здесь. Дети в жизни занимают очень важную, играют очень важную роль. Поэтому я считаю, что такой праздник должен быть. Это праздник детства, счастья. И он всегда, когда о нем говоришь, всегда хочется улыбаться. Это то, что несет позитив. В вернисаже, помимо икон, можно было наблюдать за детским хором «Звоночки» и театральной студией «Ангел» при Свято-Семеновском кафедральном соборе. Выступление совсем юных ребят вызвало искренние эмоции. Все наши спектакли, они несут христианские ценности, любви, мира, доброты. И это не исключение. Это будет сказание о трех деревьях, такая декламация в стихах. Ребята часто показывают, потому что она на все времена, на все случаи жизни, которая рассказывает о трех деревьях, как о трех людях, которые хотели какого-то радости и счастья для себя лично. А Господь распорядился так, что они послужили Богу и людям. Музей — это вообще такое место, где надо бывать. Надо бывать не один раз. На самом деле у нас такой еще культуры посещения постоянного музея не очень есть. И, конечно же, для нас это очень важно, потому что музей — это наша культура, наше прошлое, ну и, естественно, это наше будущее. Да, музей — это прошлое, настоящее и будущее. Музей — спасенные художественные ценности. Это проявляется воочию. Это храм культуры, где можно соприкоснуться с прекрасным.